Друзья, время 13.30, по регламенту мы весьма ограничены, в один час нужно уложиться, а спикеров и тем достаточно много. Поэтому предложение есть начать, я уверен, что еще с каких-то параллельных секций к нам присоединятся коллеги. Меня зовут Вячеслав Трапезников, мне доверили большую честь сегодня выступить модератором этой одной из центральной секций уже традиционного большого открытого диалога. Я с большим удовольствием представлю коллег, которые сегодня поделятся с нами своим лучшим опытом в части регуляторных процедур для бизнеса. Алексей Владимирович Примезенкин, глав архитектура администрации города Екатеринбурга, главный инженер. Антон Анатольевич Шафаростов, замминистра строительства и развития инфраструктуры Екатеринбурга. Алексей Юрьевич Обухов, замруководителя региональной энергетической комиссии. Игорь Николаевич Чикризов, первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Андрей Рудольфович Мельников, замдиректора МРСК Свердловэнерго. И Юрий Вячеславович Лебедев, директор Екатеринбургской электросетевой компании. По составу спикеров, в общем, понятно, что основная наша сегодня тематика – это регуляторные процедуры в инвестиционной, или, может быть, даже я позволю себе волюнтаристски так сузить, до инвестиционной строительной деятельности. Все спикеры были с повесткой знакомы, и мы всем предоставим возможность высказаться. Единственное, дорогие коллеги, я смотрю на всех заранее, прошу прощения, если буду вынужден просить укладываться в регламент. Как сказал, у нас достаточно короткое время, и у всех еще сегодня есть дела. Ну и вместе с организаторами, будьте добры, приготовьте, пожалуйста, презентацию для показа, коллеги. Вместе с организаторами, когда мы готовились, мы поставили себе задачу, как всегда, на подобных мероприятиях, чтобы у нас был какой-то, знаете, конкретный результат, конкретный эффект от подобных встреч. Мы предложили такую сквозную повестку из трех пунктов, которые я сейчас коротко обозначу, и заранее всем спикерам было это известно, мы попросим помимо каких-то сообщений и тезисов, которые прозвучат от спикеров, отреагировать на те инициативы, которые в этой презентации я сейчас коротко предложу. Так, друзья, презентация, мне обещали, что все будет… Да, пожалуйста, следующий слайд. Первая тема, которую мы хотели обязательно сегодня, ну, артикулировать, да, это, конечно же, тема центров питания в городе Екатеринбурге. Не буду подробно останавливаться на этой табличке. Здесь, в общем, написано, что с 2007 по 2014 год у нас достаточно активно, до 2014 года включительно, в Екатеринбурге шло строительство центров питания, и это тот запас прочности, который позволил и в те годы, и вот в последние де-факто уже 7 полных лет довольно активно развиваться и строить в Екатеринбурге и жилищные, и нежилищные, и самые разные инвестиционно-строительные проекты. Следующий слайд. А вот это показатель наших ввода центров питания, вот, как я сказал, за последние 7 лет. Инвесторы, застройщики уже, в общем, столкнулись с последствиями, вот этих, этой неприятности. И, конечно, мы сегодня, если смотреть, ну, стратегически, да, одним из серьезнейших вызовов для дальнейшего развития, ну, Екатеринбурга, да, как инвестиционного центра Свердловской области, мы, конечно, видим вот этот вопрос, и я прошу спикеров по возможности как-то на этот вызов отреагировать, как их орган, их учреждение, или они лично, как эксперты, какой они выйдет, выход и развитие. Следующий слайд, будьте добры. Вторая инициатива, которую тоже мы хотели сегодня, ну, как сказать, артикулировать, это инициатива, связанная с расширением, физическим расширением показателя трубопроводов, которые не требуют установления так называемого индивидуального тарифа. Регулирование, вот цифры, которые сейчас перед нами на экране, ему более 10 лет, это довольно небольшой диаметр, и все, что выше этого, соответственно, все сколько-нибудь масштабные объекты, ну, для жилищного строительства это больше примерно 20 тысяч метров, они уже требуют дополнительной, очень сложной регуляторной процедуры, и очень долгой регуляторной процедуры. Следующий слайд, пожалуйста, это примеры того, как наши коллеги в других регионах решают, этот же самый вопрос, в Москве 900 миллиметров, вот Новгородская, например, область 400 и так далее. Это очевидный потенциал внутрирегионального регулирования, которое позволило бы регуляторную вот условия работы инвесторов очень серьезно улучшить. Казалось бы, вопрос локальный, но на самом деле он большинство проектов так или иначе затрагивает. И третья, пожалуйста, следующий слайд, третья наша сквозная инициатива. Опять, продолжая предыдущую мысль, в случае, когда индивидуальный тариф все же необходим, значит, все стороны вместе, энергоснабжающая, коммунально снабжающая организация, инвестор, они идут в региональную энергетическую комиссию, и, в общем, это даже не критика, а, в общем, признание факта, что или многие месяцы, или несколько лет уходит на защиту этого самого индивидуального тарифа, что драматически сказывается на реализации инвестиционных проектов. Как нам кажется, одна из возможных инициатив, полезных, это принятие административного регламента, соответствующего, регулирующего эту процедуру. И следующий слайд. Вот примеры регионов, которые пошли по этому пути уже и признали необходимым вот этот вот, такой один из важнейших элементов взаимодействия всех трех сторон, инвесторов, власти и инженерно-снабжающей организации, признали необходимым это регулировать. Вот, как это, задаем таким образом тон, бога ради простите, всей дискуссии для того, чтобы она прошла максимально по-деловому. Буду рад, если уверен, что прозвучат еще какие-то важные инициативы. Мы с организаторами, конечно же, попробуем, ну, какой-то, как максимум протокол, как минимум какой-то комьюнике сегодняшней встречи обязательно подготовить и принять его в работу с тем, чтобы ни одна хорошая, правильная, полезная идея не была потеряна. На этом замолкаю и с удовольствием передаю слово от лица, от имени администрации Екатеринбурга Алексея Владимировича Примизенкина. Спасибо. От лица администрации хочу поблагодарить за возможность участия в данной дискуссии. Хотелось бы коротко рассказать то, что администрация города Екатеринбурга совместно с гильдией строителей Урала провела ряд совместных совещаний, где присутствовали организации коммунального комплекса, рассматривали вопросы по снижению административных барьеров, по снижению и сокращению сроков технологического присоединения. Также на базе администрации Екатеринбурга была создана рабочая группа с гильдией совместно с строителем Урала, в рамках которой рассматривали те мероприятия, которые по снижению и сокращению сроков технологического присоединения. В целом администрация Екатеринбурга поддерживает данное решение и готова выйти совместно с гильдией с инициатива в правительство Свердловской области о возможности внесения изменений, как в документы, нормативно-правовые акты Свердловской области, также и на региональный уровень. Данное сокращение, конечно, у нас же приведет к сокращению сроков тех присоединений и развитию в целом строительной отрасли и развитию Свердловской области. Спасибо за то, что уложили за регламент, Алексей Владимирович. Антон Анатольевич, ну и какие-то инициативы, возможно, от Минстроя и вообще план работы Минстроя в части, вот взаимодействия, как называется наша тема, да, взаимодействия инвесторов и власти. Коллеги, добрый день. Значит, ну Минстроя здесь, наверное, будет в этом году и в следующем и так далее работать в том направлении, которое у нас сегодня задают федеральные власти. Это в первую очередь там и позиция курирующего вице-премьера Хуснулина и позиция департамента строительства правительства России Максима Сергеевича Степанова, ну и, соответственно, Минстроя России. Значит, 22-й год – это год, когда одной задачей для федеральных властей стоит создание некого упорядоченного реестра всех процедур, согласований, документов, материалов и работа над, особенно говоря, его частью, в части содержания. То есть убрать все дублирующие, ненужные процедуры. То есть, я думаю, кто следит за законодательством, знает. У нас в Градкодексе появилась статья 5.2, где по пяти видам, скажем так, по пяти стадиям инвестпроцесса, то есть земельный участок, исход, расширительная документация, проектирование строительства и госрегистрация объекта принят исчерпывающий перчень процедур. Их сейчас стало 32. Раньше было 96. В конце прошлого года было принято поставление 24.90, где были прописаны все-все-все-все-все этапы, которые инвестор так или иначе должен пройти от старта до финиша. Процедура таких 989. И уже в рабочем порядке обсуждается. Минстрой уже подготовил первое предложение по исключению 142 процедур из этого перечня. И до конца этого года у них в планах еще порядка 300 процедур исключить из перечня обязательных к исполнению. С точки зрения, собственно говоря, процедуры. То же самое. Даны вполне себе конкретные вводные, как на уровне федеральной, так и на уровень субъектов, с точки зрения, что такое процедура. Значит, есть у нее определены 5 признаков. То есть наличие предмета, наличие регламента, наличие у нее какой-то цели, наличие срока и наличие повода или причин для отказа. Соответственно, если какого-либо из признаков у процедуры нету, то его нужно будет либо установить, либо эта процедура будет исключена из перечня необходимых. Вот. С точки зрения, значит, вопроса по индивидуальным тарифам. Здесь, естественно, значит, Минстрой это просто уже изучал. Более того, мы уже направили соответствующее обращение и в уроки коллегам в МинжКХ. Конечно, мы поддерживаем, то есть и установление сроков для принятия, скажем так, индивидуальных тарифов, очевидно, в рамках госуслуги. Вот. И мы поддерживаем тему, что поднять, как бы, стандартные тарифы, то есть по диаметрам для, значит, объектов водоснабжения и водоотведения до 350 миллиметров. Более того, мы считаем, что эту тему нужно отработать вообще на всех видах сетей, в том числе для сетей дождевой канализации. Потому что сегодня эта проблема тоже есть. Есть целый вид сетей, который вообще никак не тарифицирован. И там, значит, в общем, он находится в такой серой зоне. Пока обслуживается полностью только за счет бюджета. Мы, конечно, считаем, что эту тему надо в том же виде, как остальные сети, отрегулировать. И чтобы, скажем так, у нас был некий закрытый контур по всей инженерке для любого объекта капстроительства. Собственно, вот, наверное, примерно все до начала. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать всех на данном мероприятии. Я тогда вот с последнего тезиса хотел бы начать, что нужно ввести какие-то по другим видам деятельности категории для того, чтобы закрыть какие-то серые пятна, дыры и так далее. Ну, на самом деле, не совсем понимаю. То есть готов отдельно этот вопрос обсудить, независимо от состава и участников. То есть у нас есть федеральные нормы права, которые предусматривают по разным видам деятельности, соответственно, разные виды тарифного регулирования в части платы за подключение технологическое присоединение. В зависимости от градации, которые вот на примере мы сейчас обсуждаем по воде, это, соответственно, либо льготная категория, к которой присоединяются потребители, либо это общие ставки по видам деятельности, которые мы утверждаем для либо каждой сетевой организации, либо для всех сетевых организаций на год, которыми они пользуются без нашего какого-либо участия. Мы только контролируем правильность их применения. И оплата по индивидуальному проекту. Все зависит от того, какие там, еще раз говорю, ценцы или какие параметры предусмотрены. Это все урегулировано на федеральном уровне. Если какие-то здесь есть предложения, мы готовы у себя их аккумулировать. И, соответственно, Федеральной антимонопольной службе, которая является федеральным регулятором в этой части, направить эти предложения для того, чтобы соответствующие корректировки внести. Пока ни от строительного сообщества, ни от ресурсоснабжающих организаций мы таких предложений не получали. То есть пока на повестку этот вопрос не выносился. Теперь по порядку тех вопросов, которые были поставлены. В отношении электросетевого комплекса, перспективы. Коллеги, выскажу свое экспертное мнение. Сводится оно к тому, что в последнее время логика федеральных норм заключается в том, что за счет инвестиционной составляющей, которая есть в тарифе, за счет раньше которой, в принципе, все устроилось, сейчас все эти средства направляются только на реконструкцию. Ну и, соответственно, там поддержание всех сетей, которые есть. Поскольку величина этих источников, она ограничена предельными тарифами, которые утверждаются на федеральном уровне, и, соответственно, возможности ограничены. Все новое строительство, в том числе строительство подстанции, строительство электросетевого комплекса, оно все идет за счет платы за подключение. Соответственно, по сути, это все заявители, которые приходят, ну вот они и финансируют на сегодняшний день всю эту новую сетевую инфраструктуру. Поэтому, очевидно, вот эта тенденция с точки зрения того, что сокращаются объемы нового строительства и, соответственно, не вводятся новые мощности. Но я думаю, что здесь коллеги непосредственно сетевой организации прокомментируют свое видение этого вопроса. Но еще раз говорю, что есть некий дефицит в источниках, он в том числе обуславливается текущей ситуацией. И, безусловно, первый, так скажем, пункт оптимизации, за счет которого оптимизируется ресурсо-набжающая организация, это как раз является инвестиционная программа. Теперь, что касается увеличения параметров в части водоснабжения, водоотведения, на самом деле не видим здесь какой-то проблемы с точки зрения того, чтобы это вынести и реализовать. Вопрос лишь заключается в ряде процедурных моментов, на мой взгляд. Первое, что все-таки это решение должно быть принято правительством Росковской области, учитывая норму законодательства, для этого, для того, чтобы это решение принять, конечно, нужно подготовить соответствующие документы, соответствующий проект. Но для того, чтобы определиться с этими параметрами, которые предлагаются, потому что мы разные слышали предложения, конечно, нужно провести анализ и понять, насколько нужно увеличить. То есть опыт других субъектов показывает, что разные величины они для себя определили. Здесь, на мой взгляд, нужно собрать информацию как от строительного сообщества. Наверное, здесь площадкой могла бы выступить гильдия строителей Урала или, например, Министерство строительства, чтобы собрать все предложения и обобщенные предложения, например, направить нам или в Министерство энергетики, для того, чтобы мы смогли это тоже аккумулировать. Ну и, безусловно, нужно собрать предложения со стороны ресурсоснабжающих организаций, поскольку здесь от них тоже зависит, как, соответственно, будут выстраиваться следующие взаимоотношения. И, ну, очевидно, этот анализ будет строиться на какой-то статистической информации, я так понимаю, как со стороны заявителей застройщиков, ну, может быть, заявителей других, потому что строщики не единственными заявителями являются при технологическом присоединении, подключении. Ну, и так или иначе какая-то аналитика, если она должна быть проведена. Время для этого есть, поскольку есть формальные вещи, запертые сроком. Заключаются они в том, что мы все решения тарифные на этот год приняли. Если мы меняем параметры, соответственно, мы должны поменять и тарифные решения, иначе будет коллизия. Я имею в виду в части общих ставок, которые у нас приняты, и в части последующего применения для утверждения платы по индивидуальному проекту. Изменить тарифные решения мы не можем, потому что перечень оснований для изменения наших принятых решений, он прямо предусмотрен федеральным законодательством. Поэтому, безусловно, нужно эту работу провести, провести в этом году, чтобы, например, с 1 января 2023 года, когда уже формальные причины отпадут, и, соответственно, можно было это реализовать. Это что касается этого вопроса. Что касается административного регламента, здесь тоже сугубо, так скажем, комментарий юридический. Мы уже на эти инициативы отреагировали, соответствующим образом свою позицию высказали. Коллеги, есть государственные услуги, есть государственные функции. Наша, в данном случае, функция и наша деятельность связаны с госрегулированием. Она, на наш взгляд, на взгляд наших юристов, относится сугубо к государственной функции. А когда в рамках государственной функции принимаются административные регламенты, это ведет к излишнему административному регулированию, за что потом, соответственно, начинают к нам быть претензии как со стороны контролирующих органов, так и со стороны того же бизнес-сообщества. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть полномочия, которые разделены между федеральным уровнем и региональным уровнем. Так вот, правила утверждения тарифов, правила госрегулирования, это сугубо полномочия федеральных органов исполнительной власти. Если мы с вами посмотрим нормы, то видим, что в рамках двух видов деятельности, это электрика и газ, там соответствующие сроки приняты. То есть они утверждены. Я имею в виду сроки реагирования со стороны ресурсоснабжающих организаций. Есть как общий срок установления платы по индивидуальному проекту, так и есть сроки реагирования. То есть когда, в какой срок ресурсоснабжающая организация должна отреагировать на замечание, для того, чтобы не было вот этого затягивания. А в части водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения таких сроков нет. Так вот, как раз и федеральный орган должен эти сроки принять, и для того, чтобы заполнить этот пробел. Мы соответствующие предложения в адрес Минстроя и в адрес ФАС России в 2020 году направляли. Получили ответ о том, что подготовлен проект изменений, который предусматривает соответствующее наше предложение. К сожалению, не знаю, по каким причинам на сегодняшний день такой проект или такой нормативный правоакт не принят. Мы буквально в начале марта еще раз письмом за подписью Олега Леонидовича Чемизова подготовили в адрес ФАС России соответствующее обращение для того, чтобы они еще раз к этому вопросу вернулись и ускорили введение этих сроков. Резюмирую по этому вопросу, что, чтобы не было вот этих формальных проблем, все-таки нужно добиться того, чтобы и все усилия направить на то, чтобы федеральный орган реализовал свои полномочия, дополнил правила этими сроками, и тогда, собственно, проблем, я думаю, что не будет, и они решатся. Спасибо. Если бы я сидел в зале, Алексеевич, я бы сдержался, но поскольку мне, как это, видимо, по недосмотру дали микрофон и место вот здесь вот, и у нас дискуссия называется, и перед, я уверен, что коллеги энергетики, как это, мы их сейчас распалим чуть-чуть, и они там у нас еще по существу скажут, но я с третьего вашего тезиса. Я ведь очень мягко сказал, что месяцы и годы уходят на индивидуальные тарифы, в большинстве случаев годы, от года. Мы все это знаем, нам не надо собирать статистику, у нас экспертных примеров более чем, здесь коллеги из ресурсоснабжающих организаций тоже сидят. И мы с вами только лично эту дискуссию ведем тоже несколько лет, о том, что это долго. Даем инициативу, нужен регламент, показываем практику, что в России многие регионы согласны с тем, что регламент. Позиция Минстроя и федерального, и областного, или процедура зарегламентирована, или ее просто нет. И реакция, которую в вашем лице мы сейчас слышим от РЭКа, а мы считаем, что все должны делать федералы, ни одной инициативы, ни одного слова по поводу того, как это сократить, не прозвучало. Как это, я стараюсь сейчас, ну, сдержанно, да, но вот эта позиция, она реконтранслируется год за годом. И улучшения в этой части реально не происходят. Для строителя риск попадания в индивидуальный тариф, да, то есть вот что угодно делаем, только бы в индивидуальный тариф не попасть. И я хочу констатировать, что вот эта дискуссия, и то, что мы сейчас услышали, да, это, ну, мне представляется, что сложно это конструктивные позиции считать. Мы писали в Москву два года назад, нам не ответили. А какие мероприятия по сокращению сущностно, да, вот здесь, на земле, могут быть проведены, к сожалению, в этой части снова тишина. Ну и, как это, раз уж прозвучало, я не могу не отреагировать. Очевидная тенденция к сокращению в части центров питания, Алексеевич, ну, вот, а здесь уже сейчас передам слово дальше, коллега. Вы же сами сказали, мы с 15-го или с 14-го, с какого годов, это все источник плата за подключение. А вот я уверен, что здесь кто-нибудь из коллег меня поправит, за эти 7 лет мы ввелись, ну, больше 10 миллионов метров точно, совершенно только по Екатеринбургу. Каждый из этих метров, миллионов, был оплачен по тарифу. Как раз по тому самому плату за подключение. В этих условиях всерьез публично говорить о том, что есть очевидная тенденция или предпосылка к сокращению финансирования центров питания? Ну, то есть у меня, я не понимаю, как из одного следует другое. Пожалуйста. Позвольте поясню, то есть, наверное, не совсем понятно, может быть, мой был тезис. Еще раз говорю, то есть ранее в качестве источника была не плата, а общий тариф, тариф на передачу. То есть это было, по сути, источником, в качестве источника была прибыль и амортизация организаций сетевых. А дальше разделение произошло источников. И уже операционный тариф, по сути, перестал являться источником финансирования инвестиционных программ вот в этой части. И осталась только плата. Поэтому, очевидно, наверное, сократилось в качестве количества, объем источников для того, чтобы финансировать эти мероприятия. Вот. Хорошо. Предлагаю, как, не уходить в дискуссию и... Да, мы дальше слово дадим. А в части того, что неконструктивно, с нашей стороны, еще раз, ну, коллеги, ну, примем мы административный регламент. И что это решит? Это решит проблемы подготовки документов, которые у нас готовят со стороны как сетевых организаций, так и застройщиков. Я тоже могу привести массу примеров, но я считаю, что это не площадка для таких примеров, когда мы получаем документы и видим, что отсутствуют правоустанавливающие документы, например, на оформленные сети, которые там по какой-то договоренности между теми же застройщиками и сетевыми организациями были построены с самими застройщиками. И в итоге мы нарываемся на формальные вещи, на формальные запреты законодательства, что мы не можем установить. И из-за этого пока правоустанавливающие документы не оформляются, это все затягивается на годы. То есть есть сутевые вещи, которые не позволяют нам в месяц принять решение. Но и не соглашусь с тем, что у нас абсолютно все примеры платы по индивидуальному проекту затягиваются на годы. Более того, еще раз говорю, в части того же сфер газоснабжения и электрика у нас решения принимаются намного быстрее, чем по воде и теплу. Потому что, во-первых, есть организационные сроки, которые установлены на федеральном уровне, которые заставляют и позволяют в том числе нам, например, использовать уже административный ресурс, то есть административную ответственность в отношении таких сетевых организаций, когда они не установлены в срок, предоставляют нам документы. Это формальная вещь, но тем не менее это несколько организовывает. Но и помимо этого, то есть понимание есть полное с точки зрения, как этот процесс осуществлять всеми участниками этого процесса. У нас общий срок установления по индивидуальному проекту платы по всем видам деятельности, 30 дней с момента предоставления полного пакета документов, прямыми регламент. Регламент предусматривает внутреннее взаимодействие между нами и ресурсоснабжающей организацией. Для застройщиков никакого эффекта в этом нет. Хорошо. Есть что ответить, но воздержусь. Игорь Николаевич, надеюсь, что мы вас напитали уже сущностными какими-то вещами. Но хотелось бы, конечно, и пошире тоже обсудить, как вообще сейчас в 2022 году, как Минэнерго смотрит на проблематику регуляторных процедур в более широком ключе. Ну и как-то, может быть, отреагировать на те пункты, которые выше мы здесь уже поднимали. Хорошо. Добрый день, коллеги. Ну, я еще раз хочу повторить то, что тот тезис, что такие встречи, они достаточно полезны, потому что мы с вами не враги, не бизнес, не ресурсоснабжающие организации, которые по своей сути тоже являются бизнесом, не органы власти. Поэтому очень важно встречаться, важно понимать проблемы друг друга и стараться идти навстречу. По тем вопросам, которые у нас сегодня заявлены в обсуждении, ну, по поводу подстанции я начну так, ну, так сказать, немножко бюрократически, наверное. Значит, как вы знаете все, ежегодно губернаторам утверждается схема и программа развития электроэнергетики на перспективный период. И наличие того или иного объекта в этой схеме и программы является основанием для дальнейшего его включения в инвестиционные программы. Этот документ достаточно сложный, он обсуждаемый. И здесь, безусловно, и коллеги-сетевики, и представители системного оператора могут сказать, как, с какой тщательностью подходят к включению того или иного объекта в схему и программу. Исходя из своих финансовых возможностей, ну и прежнее всего из, скажем так, технологической необходимости строительства того или иного объекта. Я думаю, что коллеги из электросетевых компаний более подробно остановятся на эту тему. Но, на мой взгляд, торможения застройки со стороны электросетевых компаний, вот в плане строительства новых центров питания, на мой взгляд, нет. Если нет, то мы готовы это все дело пообсуждать. То, что касается вообще в целом процедур технологического присоединения, сокращения сроков, это задача общая. На эту тему давно уже, и, нужно сказать, не бесполезно направлены усилия как делового сообщества, так и ресурсонабжающих организаций, органов власти. Я хочу напомнить, что в Свердловской области закон об установлении случаев, при которых не требуется разрешение на строительство, он был принят, и параметры были приняты еще до того, как внесены соответствующие изменения в федеральное законодательство, и это была действительно общая работа. Конечно, о чем коллеги говорили, внесение изменений в федеральное законодательство, оно действительно требует достаточно много времени, много усилий, но в то же время, вот я сейчас же перехожу ко второму вопросу в части повышения параметров по водоснабжению и водоотведению на уровне региона. Тут мы, безусловно, такую практику, такое внесение на региональном уровне поддержим. Нужно тут только обсудить, посмотреть то, о чем говорил Алексей Юрьевич, до каких параметров. Почему 350 миллиметров? Почему, допустим, не 500? И этот вопрос обсудить на уровне экспертов с участием представителей водоканалов, с тем, чтобы действительно такое решение было принято. Еще раз говорю, мы поддерживаем это предложение. Ну и третье, что бы мне еще раз хотелось сказать вкратце, процессы технологического присоединения, в общем-то, ко всем сетям инженерно-технического обеспечения достаточно сложный многоуровневый процесс и здесь сложно обойтись без цифровизации. Вот еще раз хочу напомнить, что в Свердловской области уже третий год действует портал технологического присоединения, это портал, который разработан и работает строго на средства областного бюджета, в него своевременно вносятся изменения. Любому юридическому, а сейчас и физическому лицу можно подать заявку на тех присоединения по любому виду ресурсов, отследить от подачи до заключения договора. Ресурсонабжающим организациям, значит, тем, кто подает заявку в муниципалитеты, тоже могут отслеживать прохождение своей заявки. Нужно сказать, что, конечно, процесс непростой и сложный, но он дает, в общем-то, достаточный выигрыш во времени и, главное, тут существует возможность обратной связи. Но я вот сейчас думаю, я так в целом сказал, вот коллеги из электросетевых компаний рядом, я думаю, они дополнят меня. Но если вопросы есть, я, конечно, готов ответить. Игорь Николаевич, спасибо, вы напомнили. Я же, наверное, должен был предоставлять залу возможность высказаться и узурпировал микрофон, приношу извинения. Коллеги, есть сейчас какая-то реплика или мы, ну, и в конце тоже обязательно мы попытаемся еще залом какой-то открытый микрофон, я надеюсь, что у нас останется пара минут. Что-то рвется из груди, может быть? У меня рвется, Игорь Николаевич. Насчет не сдерживает, я прям специально записал цитата. Ну, у меня, я не буду перечислять, у меня много знакомых, у которых приобрели землю в районе виза Правобережной, вот в той части города. Я им передам, что их не сдерживает, они будут в курсе. Другие районы не буду вспоминать, но этот не мог не упомянуть. И, ну, еще помимо того, что просто нет центров питания, когда, ну, инвесторы все-таки получают договоры о подключении, здесь не очень много прессы, да, я не хочу заниматься каким-то хайпом, но вместо привычного от тысячи за квадратный метр, значит, инвесторы получают на бумаге цифры от 12 тысяч за квадратный метр. Если это тоже Минэнерго считает, не сдерживает, ну, я, наверное, оставлю без комментариев. И что касается параметров, я, ну, поскольку уже дважды прозвучало, здесь коллеги из, вот, по диаметру трубы, здесь коллеги из водоканала присутствуют, мы очень, мы эту экспертную работу уже провели и вместе с руководителями, специалистами водоканала, ну, ссылаюсь, потому что, вот, значит, коллеги присутствуют и вот с руководством соответствующей профильной службы глав архитектуры, значит, мы пришли компромиссно совершенно к цифре 350, то есть можем, вот этот вот этап экспертного обсуждения, его я предлагаю считать, ну, завершенным, да, то есть вот этот вопрос, он некий компромисс уже по этому поводу экспертный достигнут. Окей, Андрей Рудольфович, я надеюсь, что у вас рвется из груди, что сказать и, может быть, даже обнадежить отрасль, инвесторов, как мы будем получать питание вот в ближайшие, там, в следующем десятилетии. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Что значит обнадеживать и будем получать? Мы получаем электрическую энергию прямо сейчас, то есть, смотрите, светло и просто. Что я хочу сказать, вот Алексей Юрьевич, в принципе, о развитии СТО-комплекса и по поводу тех присоединений, хоть и кратко, но уже сказал, обозначил то, что у сетевых компаний есть проблема, это дефицит источников, подтверждаю, действительно такое есть, но тем не менее, на сегодня Свердлов Энерго реконструирует подстанцию Свердловская, это район Эльмаша фронтовых бригад с установкой двух трансформаторов по 40, то есть, это будет шаг вперед для северо-западной части города Екатеринбурга. И приступили к строительству подстанции Новокольцовская в районе аэропорта Кольцова, там будет установлено два трансформатора по 25 мегавольт ампер и развитая инфраструктура распределительных сетей. То есть, в этом плане мы занимаемся, окончание строительства, в частности, Новокольцовской, это конец сентября, начало октября, но по Свердловской, поскольку идет реконструкция на месте старой подстанции, здесь вопрос очень серьезный и думаю, что к 25 году также должны будем завершить и реконструкцию подстанции Свердловская. В прошлом году мы закончили строительство подстанции Кемпинг, это район Верхний Пышмы, то есть, в принципе, мы продолжаем строиться, реконструировать собственные сети, занимаемся качеством электрической энергии. Единственное, хотелось бы озвучить проблемочку в плане даже тех присоединений, это земли, по которым мы проходим, то есть, вот по согласованию земель, это серьезная проблема, ну и проблема есть еще, это в плане согласованных действий электроснабжающей организации и ГАЗЭКСа, то есть, если вот взять район Касулино, это Тюменское направление, сети мы там построили без учета газа, хотя прекрасно понимаем, что газ приведут туда в районе 2023 года, сети сегодня развиты, мощности есть, но как только туда придет, мощности будут не востребованы, то есть, это получатся деньги на ветер, хотя эти денежные средства можно было пустить и в другом направлении. Город Екатеринбург, центр, это сетей 0,410 кВт, связлов энергонет, думаю, здесь более подробно уже расскажет Юрий Вячеславович, если есть вопросы, готов ответить. Ну, вопрос, конечно, есть, но может быть, действительно, Юрий Вячеславович, послушаем и потом как-то, я надеюсь, что и аудитория мне поможет именно в части развития. Юрий Вячеславович, и в части развития сетей, конечно, и, конечно, в части взаимодействия с инвесторами, потому что, ну, сегодня известно, что есть целый ряд подключений, которые уже в зоне такой особого внимания должны находиться и вызывают серьезную тревогу. И, может быть, отдельно я попросил бы вот все-таки поглубже, там, в пятилетку посмотреть, потому что независимо от текущих событий, я специально совершенно в них не погружаюсь, планы государственные на ввод, да, и жилого, и нежилого, то есть они грандиозные, эти планы, если их энергетики не поддержат, то эти планы, они планами и останутся, да, и вот если посмотреть среднесрочную перспективу, как будем справляться с теми вызовами, которые перед нами стоят. Да, Вячеслав, спасибо. Добрый день всем. Приветствую всех участников форума. Я, несмотря на обширную повестку и вопросов заданных, постараюсь сэкономить время для дискуссии. Первое, смотрите, все-таки не соглашусь, что ничего не строится, ничего не развивается, даже взять по мощностям, которые в городе Екатеринбурге, ну вот один из примеров Андрей Гудольфович привел, в прошлом году закончили комплексную реконструкцию подстанции Горный щит, до этого была построена подстанция технопарк, пусть даже не силами ЕСК, но тем не менее это в городе, ТЦА-Академа, то есть это тоже мощности в городе. То есть говорить сегодня о том, что вот не вводится подстанция и поэтому все плохо, ну, наверное, я бы так не говорил. Во-вторых, все-таки по всем заявкам на технологическое присоединение выдаются технические условия, заключаются договоры и там предписаны мероприятия. Хорошие они, плохие, но это договор, это договор двух участников процесса. Соответственно, сегодня по тем центрам питания, которые имеются в городе, с учетом выданных технических условий, да, есть центры питания, на которые мы должны уже сегодня обращать внимание, но ни по одному центру питания нет превышения предельных нагрузок. Соответственно, сегодня мы можем продолжать развиваться, а вот по дальнейшим шагам этого развития надо смотреть. Думаю, что никто сегодня в аудитории не гарантирует того, что те планы развития территории, которые имеются, будут выдержаны все на 100% и в те сроки, которые намечаются. Внешние факторы, внутренние факторы. Просто сегодня хотели строить одно, завтра другое. Земельный участок меняет свое назначение и так далее, и так далее. Меняется потребляемая мощность в обозримом будущем. И это все накладывает отпечаток. Должны ли мы только по выданным техническим условиям бежать и скорее реконструировать, строить, вводить новые мощности? Конечно же нет. Мы тоже организация, которая имеет свой бизнес, который должен быть управляемый, логичен и эффективен. Соответственно, строить за тариф понимаем, что это не вариант. Будем говорить, мы, Алексей Юрьевич, все подробно объяснил. И, наверное, я вот большей частью с ним, не больше, а практически во всем с ним согласен. Кредитоваться под те мощности, которые то ли будут, то ли не будут, ну, надо трижды подумать. Соответственно, встает вопрос более тесного сотрудничества с инвесторами в части сроков ввода мощностей, гарантий ввода этих мощностей, этапность набора мощностей. Вот под это, под все мы готовы работать. Мы готовы и открыты для любых планов, которые нам направляют инвесторы, с тем, чтобы откорректироваться. У нас предстоит большая работа. Игорь Николаевич сказал, что действительно все то, что войдет в инвест-программу, должно пройти через схему и программу развития региона. Чтобы туда попало и было подтверждено расчетами необходимость строительства, либо расширение любого из центров питания, это большая работа и большого количества участников действительно процесса. И доказать и показать, что это нужно именно сегодня, что именно туда нужно направить тариф или вообще в целом прибыль, кредиты, которые привлекаем, инвестиции. То есть, чтобы направить инвестиции, нужно серьезное обоснование. Зачастую мы упираемся именно в это, что у нас кроме договоров и технических условий, по сути подтверждающих-то каких-то дополнительных обоснований нет. Те договоры, которые заключены по технологическому присоединению, они трансформируются в киловатты нагрузки очень медленно. И, соответственно, мы склонны к тому, чтобы мы будем набирать, продолжать мощность на существующих центрах питания. И только когда для нас и для всего сообщества будет очевидна необходимость расширения либо увеличения этих мощностей, вот тогда мы будем эти вопросы решать. С точки зрения своевременности, ну, мы никуда не опоздали на самом деле. И в отношении того слайда, где было приведено с 2005 по 2015, там, по-моему, да, годы, что много центров питания вводилось, но я рад, что это случилось. Мы действительно тогда получили по городу большой задел, мощности вводились, темпы роста нагрузок нам тогда казались вот не такие, какие они случились по факту, а именно, ну, это был период как раз привлечения инвестиций в энергетику, появились механизмы привлечения инвестиций, компании энергетические капитализировались, и было очевидно и правильно тогда инвестировать и строить эти мощности. Сегодня, имея вот этот багаж, имея этот сетевой комплекс в нашем распоряжении, мы считаем, что мы должны каждый следующий шаг делать очень обдуманно и очень обоснованно. Вот, наверное, как-то так, а по большому счету, ну, прозвучал виз правобережной, но нет там пула заявок и нет там договоров тех присоединений, которых бы, которых бы хватало для того, чтобы построить там подстанцию университетская, по-моему, она у нас где-то в проекте, ну, в головах, так скажем. Достаточного пула договоров нет, мощности на московской и отрадной есть. Да, это дорогие технические условия, но это дешевле, чем строить новый центр питания, поверьте. Если навязать, будем говорить, вот эту инвест-составляющую, переложить ее на плечи инвесторов, вы сами понимаете, Вячеслав, это тяжело, возложить это на плечи всех потребителей, наверное, неправильно. Поэтому, ну, вот пока как-то так. С появлением дополнительных заявок мы, конечно, да и мы сейчас думаем в эту сторону, мы отслеживаем, мониторим, как только достаточность обоснований будет, ну, вот, существенной, и мы сможем это обсуждать и включать в схему и программу развития, в том числе с системным оператором, это все будет сделано и будет включено в инвест-программу. Юрий Вячеславович, спасибо. Спасибо. Хороший, глубокий комментарий. И, в общем, многие вещи стали понятнее. Единственное, что вот логика абсолютно точно есть, то, что вы говорите, и с этим невозможно спорить. Единственное, вот, что у меня все это время в голове происходило, да, вот в тот период, когда мы почти 300 мегаватт построили, у нас вот был порядка, ну, мы говорим по городу, да, порядка 700 тысяч в год, вот в то десятилетие. Нынешнее десятилетие мы вводили от миллиона, как раз вот после 14-15, поправьте меня, коллеги, если я там с годом ошибусь. А и в прошлом году перешли полтора, и сейчас, вот еще раз, если убрать вот события последних недель, пока никто не понимает, как они у нас скажутся, будут ли они долгосрочными, среднесрочными, но тем не менее, сейчас мы перешагнули цифру полтора, и в стройке у нас полтора. И полтора на три года еще вперед ввода. И, естественно, в этих условиях, да, говорить, а не поздно ли мы соберемся возобновлять центры питания просто с учетом объема ввода, да, ну, наверное, вот этот вопрос по-прежнему выглядит логично. Я не, я, как это, два слова, не пререкаться, Юрий Вячеслав. Вячеслав, нет, нет, не пререкаться. Обращаю внимание, что потребление 20-й год минус, ну, наверное, Андрей Рудольфович тут по Свердловской области скажет. 21-й рост небольшой энергопотребления, но не дотягиваем до 19-го. И 22-й год мы опять минус 2 идем по городу Екатеринбургу за первые месяцы. Это по энергопотреблению. Так что о чем мы? Вот вам ответ на то, что перебираем, мы не добираем поздно, рано. Тренда на увеличение нагрузок нет. Жилье вводится. Город как потреблял, так и потребляет на уровне 900 мегаватт. Спасибо. С цифрами невозможно спорить. Коллеги, у нас заинтересованная, небольшая, но очень заинтересованная явно профессиональная аудитория. Хочу снова спросить, появились ли, может быть, какие-то реплики, вопросы, дополнения по поводу той повестки, которую мы сегодня обсуждаем. И отдельно хочу обратиться вот к первому ряду. Я сжимал представление специально вначале, не понимая, будет ли у нас запас еще по времени. Но у нас есть руководство Мининвеста, Газекса, Т-плюс. Ну, энергетики представлены вообще мощной делегацией. И руководители водоканала Екатеринбургского. Дмитрий Андреевич или может быть еще кто-то? Есть ли какая-то, возможно, дополнение? Да. По микрофону будьте добры. Дмитрий Андреевич Миронов, зам директора МУП водоканала Екатеринбурга. Здравствуйте, коллеги. Да, кратко прокомментирую все то, о чем мы сегодня разговаривали. Наверное, начну с темы, немного задевшей меня, это сроки по установлению индивидуальных тарифов. Я здесь в данном вопросе, пожалуй, хочу согласиться с Алексеем Юрьевичем, что тут не все однозначно. Потому что, например, если взять статистику на сегодняшний день, у нас в работе два индивидуальных тарифа. Да, они уже довольно долго рассматриваются, но в данном случае, как и говорил Алексей Юрьевич, там есть вопросы по изначально документам правоустанавливающим. То есть не всегда ресурсоснабжающая организация и РЭК, скажем так, только со своей стороны затягивают эти процедуры. Опять же, есть примеры и положительные, когда индивидуальные тарифы устанавливаются и, скажем так, за две итерации, то есть это плюс-минус два месяца. Есть, конечно, отрицательные примеры. Хочется сказать, что большая часть вопросов в части утверждения индивидуальных тарифов между водоканалом и РЭКом, это, как правило, утверждение непосредственно стоимости индивидуального тарифа. Здесь, конечно, возникают спорные моменты, но они решаются довольно быстро. То есть ключевой аспект это все-таки какие-то правоустанавливающие документы или принципиальные вопросы, которые порой решать нужно в тройном диалоге. То есть это заявитель, ресурсоснабжающая организация и непосредственно регулятор. То есть мы, как правило, всегда открыты для диалога и приветствуем такой комплексный подход к решению вопросов проблемных. С точки зрения, опять же, если мы говорим про увеличение критериев подключения по индивидуальному тарифу, я думаю, многие вопросы здесь отпадут в части именно сроков. Так как мы перейдем на регулирование по общим основаниям, здесь процедура понятная. Регулятор на год утверждает тарифы и, в принципе, все договоры заключаются в течение 30 дней после подачи заявки на подключение. Единственное, хочется отметить тот момент, что при повышении критериев водоканалу, я думаю, это все понимают, необходимо будет утвердить дополнительный объем тарифов по типоразмерам, то есть до того критерия, который будет определен. Если это до 350, значит у нас появятся дополнительные типоразмеры от 250 до 300, от 300 до 350. То есть это будет дополнительная работа, которая как раз-таки должна будет быть проведена в этом году, для того, чтобы с 1 января 2023 года у нас эти ставки были. Кроме того, хочется отметить момент, что, ну это мое мнение, мнение коллег моих, необходимы водоканалу дополнительные ставки, в том числе на отдельно камеры, колодцы, канализационные насосные станции, водопроводные насосные станции. Это необходимо для того, чтобы компенсировать затраты водоканала в части подключений по общим основаниям. Есть, ну, позволю себе небольшую ремарку, то есть если мы говорим про инт-тариф, это такой механизм регулирования, который позволяет нам предусмотреть все затраты, необходимые для подключения объекта капитального строительства. Если мы говорим про общее основание, порой этой возможности нету в случае, если нам необходимо построить канализационную насосную станцию для отвода стоков от объекта капитального строительства. На сегодняшний день, опять же, как сказал Алексей Юрьевич, включить мы в это в инвест-программу не можем, потому что это в логике ФАСа, тех разъяснений, которые были там в 20-м году, должно лечь на заявителя, а соответствующего тарифа по общим основаниям у водоканала на сегодняшний день нету. То есть мы можем посчитать, сколько будет стоить строительство сети, но мы не можем по общим основаниям посчитать, сколько будет стоить строительство канализационной насосной станции. То есть при решении вот этих вот проблем я не вижу каких-то сложностей и трудностей в увеличении критерия в установлении индивидуальных тарифов. Но это нужно решать, соответственно, оперативно и по возможности в этом году при очередном тарифном регулировании по ставкам за подключение. Спасибо. Дмитрий Андреевич, спасибо большое. Очень важный по делу комментарий. Единственное, я бы хотел как этот сгладить угол. Речь идет не о том, кто виноват. И вот эту проблематику непереданных сетей, которую Алексей Юрьевич упомянул, она очень понятна. Каждому застройщику в городе это боль, страдания. И здесь мы на администрацию смотрим города очень внимательным, долгим взглядом. Это все так. Но мы исходим из мировоззренческой совершенно позиции, что урегулирование приводит к повышению инвестиционной привлекательности, за которой мы все эти годы боремся. Потому что это предсказуемость процесса и результата для всех участников. А именно этот процесс, вы правильно совершенно сказали, он именно трехсторонний. И интересантом является даже не ресурсоснабжающая организация, а инвестор, тот, который в конечном счете заинтересован в появлении организации. Мы исходим из того, что урегулирование блага. Безусловно. Да. И поэтому, как это, Алексей Юрьевич, простите, РЭК не виноват, поэтому нам административный тариф, административная процедура не нужна. Я вот с этим не могу согласиться и не мог не сказать. В остальном очень важный комментарий, огромное спасибо. Алексей Юрьевич. Да, я единственное хотел дополнить. Спасибо большое, что вы уже предварительную работу, как вы сказали, провели. И уже есть у вас, вы считаете, что понимание согласия всех участников процесса с точки зрения поднятия планки. Единственное, я так понимаю, что вы ограничиваетесь только городами Екатеринбургом. То есть вы провели работу с водоканалами екатеринбургским. Собственно, на этом уровне все уже определили. Но напомню, что если мы принимаем такое решение, то оно будет распространяться на всю область. И у нас есть еще достаточно много городов, в которых присутствуют такие же ресурсно-обжающие организации со своими особенностями. Мы когда, вот если обратите внимание, ставки на год утверждаем, у нас достаточно широкое меню, там получается дифференциация от способа прокладки, от используемого труб, материалов и так далее. Поэтому позиция других ресурсно-обжающих организаций и застройщиков именно в территории области, она тоже важна, потому что есть определенные особенности. Это не в целях затягивания. Еще раз говорю, то есть график мы понимаем, что до 1 января 2023 года нам эту работу нужно провести. Условно, на принятие решения в форме постановления правительства Свердловской области максимум 2 месяца надо. То есть для этого времени, я думаю, что провести подготовительную работу с точки зрения сбора предложений и со всей области, ну у нас на самом деле крупно говорю область, то есть хотя бы как минимум Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Первый Уральск, вот такие крупные города, то есть мы должны охватить с точки зрения позиции. Вот. Если мы эту работу быстро проведем, соберем всю информацию, подготовим обоснование в виде там пояснительной записки постановлению, проекта постановления, вопрос решится, то есть проблемы я здесь не вижу. Отличная была бы финальная нота. Алексей Ильич, спасибо за такой конструктивный, хороший, в конце правильные слова. Последний раз, наверное, спрошу, дорогие друзья, есть ли, пожалуйста. Если позволите тему водоснабжения, продолжим немножечко. Абсолютно согласен с коллегами водоканала города Екатеринбурга, водоканала Свердловской области. Наверное, мы с большими объемами и с большими диаметрами не сталкиваемся, работая на малых территориях. Все это достаточно, может быть, проще в отношении тех проблем, которые финансов затрагивают. Но хотелось бы сказать, что 30 ноября 2021 года вышли правила подключения к системам объектов капитального строительства, к централизованным системам горячего водоснабжения и водоотведения. Документ стал немножечко, на мой взгляд, тяжелее, но более прозрачный. Здесь более расписаны все эти механизмы. Но здесь меня волнует вопрос при наличии, отсутствии денег, то, что можно регулировать, что нельзя. Проблема заключается в том, что очень важный пункт при наличии технической возможности. К сожалению, вода – это природный ресурс, который мы с вами просто так нужно достали, не нужно убрали. Мы этого не сможем сделать. Поэтому регулирование наличия технической... Вопрос, в основном, риторический. Я просто обозначу та проблема, с которой мы сталкиваемся. Игорь Николаевич знает, здесь по одному объекту мы сейчас работаем. И вопрос, я очень не хотел, но, возможно, зайдет в тупик. Если нет технической возможности, мы воду будем как нефть прокладывать из соседних регионов, а по территориям есть такие предложения, что и 40 километров тянуть воду и так далее. Благо, что на сегодняшний день на тех объектах, территориях, в которых мы работаем, мы не сталкиваемся с такими большими объемами и справляемся. Но уже в ряде близлежащих к Екатеринбургу городов дефицит воды ощущается. Это больше, наверное, не к обсуждению. Нужно больше денег, это очень хороший финализирующий. Я не про деньги, совершенно верно. Я не про деньги, я про проблематику, которая существует. И здесь, если что-то можно регулировать, это можно регулировать. В данном случае природный ресурс. Очень важно, Андрей Борисович, спасибо большое. Последний раз спрошу коллеги. Пожалуйста, у нас есть организаторов, ребята? Будьте добры. Машкарев Олег Геннадьевич, Светлана Анатольевич, спасибо большое. Я как раз хотел абсолютно не в комплиментарном плане точно сказать, что по субъективным ощущениям, говорю с позицией застройщиков, по электричеству как раз у нас все очень неплохо в городе, процедуры четкие и понятные. В том числе и благодаря, Вячеславу Анатольевичу, в вашей работе своевременной, которую делал вы в России, начинали еще по сокращению сроков, по деланию, я бы так сказал, этих процедур прозрачными. Автоматизировано, отработано, понятно, за какие деньги, в каком месте. Это абсолютно, повторюсь, не комплиментарная вещь. Но что касается, допустим, воды, сроки 18 месяцев, на мой взгляд, особенно сейчас, в условиях действующих ставок, они, наверное, тоже становятся в какой-то мере запретительными. Я говорю на примере конкретного бизнес-центра Черепанов, там подключение объекта, который сейчас вводится. И здесь, наверное, я бы не сказал, что тема экспертного обсуждения вопросов сокращения сроков, процедур, возможно, предоставление застройщикам право до врезки выполнять какие-то определенные работы по подключению объектов инфраструктуры. Наверное, она не закрыта. И, наверное, в этих условиях ее стоит еще актуализировать и смотреть, что мы можем здесь увеличить, потому что, точнее, наоборот, усовершенствовать и урегулировать, потому что в условиях действующих ставок 20%, 18 месяцев подключения, ну, наверное, это такой вопрос достаточно серьезный. Спасибо большое, коллеги. Вопросов больше нет. Мне кажется, это прекрасная была подача к завтрашнему штабу под руководством губернатора, потому что как раз завтра мы собираемся обсуждать вот повестку, уже связанную с текущими событиями, в том числе та инициатива, которую вы сказали. Это одна из, ну, я приоткрою там завесу, да, это одна из инициатив, которая сейчас обсуждается и ресурсоснабжающими администрацией города, по крайней мере, да, это лежит на столе, как одна из инициатив. Коллеги, ну что, у нас время, в общем, вышло, мы почти, почти уложились в график, и мне кажется, очень была, получилась деловая дискуссия. Спасибо за работу, что можно сказать, давайте продолжать усилия. Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...